Сегодня несколько слов на заметку по пространству вариантов. Много говорят о будущем, много говорят о том, что предсказать, как будут развиваться события, просмотреть судьбу, сказать поступить, не поступить, в чем предназначение и так далее. Опыт показывает, что людям, которым ты говорил, и у которых написана одна линия судьбы, то есть это полное неосознанное проживание и развитие только через боль, через жизненный опыт, который идет снаружи, то есть иначе информация не укладывается, не анализируется, не систематизируется, и иначе не изымаются осознания из ситуации. У таких людей один вариант развития событий, ну, два-три, очень резко ограниченные, вот эти, там есть точки бифуркации такие жесткие, либо так, либо так, другого варианта не дано. И вот таким людям говоришь, что их ждет, и они ничего не меняют в своей жизни. Сперва они говорят, что это чушь, потом еще, потом еще. И самое интересное, мои наблюдения показывают, что, как правило, эти люди очень жестко ограничены стереотипами. Стереотипами социальными, стереотипами в виде убеждений, этого не может быть так неправильно, вот только так и никак иначе, вы сумасшедшие, там и так далее. Потом, когда они наступают на эти грабли, у них проявляется в жизни, и вопрос, почему они ничего не поменяли, как правило, стыкаются с полным недоумением, разве вы это говорили? Это один вариант сценический. Второй вариант – это когда человек в коматозе спит. Второй вариант – это когда пространство вариантов просто невероятно большое, когда человек каждый момент здесь и сейчас, любую травмирующую ситуацию, которая только начинает развиваться, ее сам закрывает, схлопывает и перенаправляет энергию, создано на развитие другой сценической ситуации в жизни, когда идет уже управление своими сценариями. И там интересная штука получается. Там душа не дает, не дает в будущем ставить, фиксировать какой-то один вариант развития событий. Почему? Потому что объяснение было самое парадоксальное, такое простое. говорит, вы когда в ресторан приходите и официанту заказываете вкусную еду, вы же не бегаете проверять на кухню, как готовят повара. Получается, в таком случае игра превращается в игру со своей душой, а когда я заказываю, она исполняет, либо Бог исполняет, назовем это так, если шире смотреть, душа – частица Бога. И таким образом мир превращается в волшебство. Игра в жизнь, в осознанной жизни превращается в волшебство, когда один заказывает, другой творит, один пробует, наслаждается, восторгается, посылает любовь, энергию, заказывает снова, второй снова творит. И этот творящий и этот заказывающий на самом деле – это одно и то же лицо. И этот все сценарий прописывается в подсознании одного и того же лица. И это невероятные вещи. Это на самом деле невероятные вещи. Но в таком случае говорить о предсказании будущего становится просто глупо. Понимаете, что предсказывать-то нечего на самом деле. Вопрос, в какой точке осознанности находится человек. Вот это невероятно. Вот это просто. А точка осознанности, оказывается, сдвигается к рамкам. Рамкам, ограничивающим, обрезающим крылья человека. Блин, это… Вот просто задумайтесь. Это настолько просто и это настолько уникально, но это подоснова игры под названием «Жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова